Всем привет из Солнечного Лазурного! Сегодня 18.07.2021 года, 11.00, и мы с вами направляемся в пансионат Чайка. Просторная территория, с лавочками, навесами, красивыми цветами. На территории пансионата много беседок, много деревьев, которые дают тень. У входа в пляж есть вот такие краны с чистой проточной водой, которые можно помыть ноги от песка. Кранов всем хватит, поэтому толпиться не будут. Также есть детская площадка с батутами, детскими микровыми зонами. Также есть беседки. Можно взрослым сидеть в беседке и наблюдать, как играют дети в песочнице, либо прыгают на батуте. У батута есть определенное время работы. С 9 до 12 рабочее время. Также с 16.00 до 19.00 они также работают. Сразу за батутами находятся деревянные качели. Вся территория под наблюдением охранников. Также есть место, определенное для курения. И есть летний душ с переодевалкой. Тропинки из бетонных плит, что очень удобно, когда идешь по песку. В первой половине дня играет музыка. Также можно провести с аниматорами утреннюю зарядку. Детки это очень любят. Также спасатели контролируют берег. А еще у них можно попросить ведро, чтобы наполнить детский бассейн водой. На пляже есть навесы, но их немного меньше, чем на Черноморе. А еще есть бассейн, в котором могут купаться дети и взрослые. Еще один плюс пляжа в том, что у него много лавочек. Ведь не все пожилые люди могут сесть на песок, а потом с него встать. Да и мы с семьей иногда присаживаемся на эту лавочку. Но обязательно под попу нужно подстелить полотенечко, чтобы было помягче и не было горячо. На пляже есть мусорные урны. Они всегда чистые и их убирают часто. И на самом пляже я не видела мусора, валяющегося не в мусорнике. И даже вокруг мусорника чистенько. Они все убирают. На территории пляжа можно приобрести лечебную грязь. Но только в определенное время. С 9 до 12 и с 16 до 19 на 0. Можно по этим номерам телефона заказать любую экскурсию. Я надеюсь, все отдыхающие придерживаются правил не курить на территории пляжа. Для любителей волейбола можно прийти и поиграть в мяч. А после активной игры вытюдь прохладительных напитков. В кафе есть своя фотозона. Территория большая. Никто не толпится. Всем хватит места. Можно поставить видео на паузу и посмотреть внимательно цены. Кому это интересно. А кому не интересно, продолжаем смотреть дальше наше видео. Скоро будет про море. Также в кафе есть свой бильярдный стол. Даже два. А еще есть замечательная терраса с видом на наше красивое голубое море. Наконец-то мы с вами дошли до моря. Сами посмотрите, чистая водичка. Приятная, очень теплая. И сколько? Третья девять один. Не касается? Нет. Класс. Можете полазить. Не-не-не, я такое не люблю. Классные. Напишите в комментариях, кто бы осмелился сфотографироваться змеей. Взять ее на шею и погладить. Я знаю, детки любят это делать, но не я. Первое под ногами это ракушки, когда заходишь на море. Я не могу сказать, что это минус. Ведь ракушки дают такой приятный массажный эффект. А ведь это так полезно для наших ножек. А теперь про наболевший вопрос с медузами. Вот я направляюсь в глубину моря. Поэтому смотрите сами, сколько медуз на моем пути окажется. Вот совершенно маленькая медузка. Мы ее отпустим. Давайте дальше искать, сколько медуз. Посмотрите, сколько людей на пляже. Все купаются. Всем водичка нравится. Сегодня действительно красивая вода, которая переливается. Солнышко видно. Смотрите, вот остатки медузы. У нее нет шапочки. Водичка чистая. Видно ножки. Видно песочек. Рыбок, которые плавают. Приятные к телу. Вот еще одна медузка маленькая. И еще одна медузка маленькая. Но они не жалятся. Они еще малыши. А вот мы подходим к большой медузе. Точнее, к среднему размеру медузы. Ведь бывали и больше. Вот еще одна медузка. Смотрите, какая вот она. Большая, красивая медуза. Вы сами видите, что я иду, а медуз совершенно нет. Пару штучек только попалось. Водичка чистая, без медуз. Вот еще одна медузка. Но они совершенно друг от друга далеко. И спокойно можно плавать. Я немного помолчу. Послушайте звуки моря. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы сами видели. Я дальше не пойду. Мне уже будет глубоко. Но медуз практически нет. Сколько мы? До пяти штук насчитали. Водичка чистая, прозрачная. КЛАСНО. Поэтому приезжайте. Наслаждайтесь морем. Одна малышка попалась. Где ты, где ты? Малышка. А так классно. Сейчас я посмотрю, сколько время сейчас. Ровно 11.30. Водичка чистая. Тепленькая. Без медуз, без жуков, без божьих коровок. Здорово. Там уже глубже. У вас нету такого страха, если вы не куда-то на глубину едете? Такое ощущение, что сейчас приплывет кто-то и вас выкусит за ним. Вот у меня есть такие ощущения. И сзади меня как раз никого нет. Сейчас прибудут такие монстры и будут меня кусать. Поэтому я ближе к берегу. Яси на шкатучек, облачка. Обещают на среду дождь с грозой. Круто. Зато не будет жарко. В каждом минусе нужно искать свои плюсы. Зато не будет жарко. Будет здорово. Мои плечи отдохнут. Они уже успели дважды сгореть. А теперь минутка милоты. Мне делают массажик и скраб с песка. Правда это мило? Решили мы отправиться в магазин за чем-нибудь холодненьким. Заодно проверим цены. Ну, здесь как-то пусто. Людей нету. Никто не сидит. Сейчас проверим, что творится в самом магазине. Продовольщик магазин Чайка. Так, заходим, проверяем цены. Также ставьте на паузу, смотрите цены, если кто-то сразу не увидел. Я старалась снимать, чтобы было видно, но все равно в стекле есть отражение, и не все цены могут быть видны. Ну, мне кажется, и так понятно, что хорошая цена, хорошая. 40 гривен за бутылочку пива. Субтитры сделал DimaTorzok А самих красивых зроби? Я могу вам дать полиочек, если вы выберете самих розыгрышек. Вот, на кавечках. Можете выбрать, да? Да, выберайте. Выберайте. В итоге мы купили только персики деткам. 1 килограмм персиков. Все остальное нам не очень понравилось. Будем искать дальше, что-нибудь перекусить и выпить. Даже сам продавец сказал, что цены постоянно скачут, то дешевле, то дороже. Поэтому, если вы приедете на море, и цены не будут соответствовать тому, что вы сейчас увидели, не удивляйтесь. Так как они постоянно меняют цену, то дороже, то дешевле. Продолжение следует... А это дама в шляпке, наверное, их постоянный клиент. Посмотрите, она стоит и ждет своей очереди. Зайти в магазин. Итак, мы вернулись на пляж и идем к этому кафе. Скорее всего, это не кафе, а бар. Посмотрим, что будет там. Возможно, нам повезет и мы что-нибудь купим. Сразу иду показывать вам цены. Сейчас подождите. Дальше без комментариев. Цены смотрите сами. Возле бара есть еще три беседки, которые принадлежат бару. Также можно там присесть, уютненько покушать и выпить чего-нибудь холодненького. Сразу показываю наличие мороженого. Сейчас будет цена отдельно висеть. Также смотрите, читайте. Кто что любит, пишите в комментариях. Кто какое мороженое любит. А вот мой любимый кофе. Смотрите, цены. Также есть чай. Также есть сидр и пиво. Лимонад. Также есть молочные коктейли. Мне кажется, этим ветром не хватает крышек. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Мы не удержались и решили заказать пиццу с салями. Нам пообещали, что пицца приедет через 15 минут. Пока ждем пиццу, решили выпить яблочный сидр. По крайней мере, я. В итоге пицца пришла к нам через 30 минут. Оказывается, готовят они ее не здесь, а где-то заказывают, и она к нам приезжает. Но оно того встовало. Пицца показалась вкусная. Цена пиццы 100 гривен. Все время, пока я сидела, ждала пиццу, была живая очередь. Людей было много, есть спрос. А эта милая женщина за барной стойкой, как пчелочка работала. Постоянно убирала столы. Когда мы допили сидр, она сразу же пришла и убрала салфеточки, бокалы, вытерла все после нас. Умничка. Работа отличная у персонала. Как вы видите, не все дождались пиццу. Мы еще все ее ждем. А вот и наша пицца пришла. Давайте посмотрим. Есть, кстати, номер телефона, по которому можно заказать пиццу. Посмотрите. Колбасок, в принципе, достаточно. Сыра тоже очень много. Пицца была вкусная. По крайней мере, моему старшему ребенку понравилось. И мне. Итак, сейчас 4 часа дня. Посмотрите, наше море немножко стало нервничать. Наверное, намекает, что нам уже пора домой. Ведь Ироны плечи уже совсем горячие. Нанесло немного мусора. Только возле берега есть медузы и мусор. Если немножко пройти дальше, то водичка становится опять чистая. Там можно купаться. Вся эта муть и грязь только у берега. Но я надеюсь, что завтра уже этого всего не будет. И море успокоится, и будет полный штиль. Но такому ветру обрадовались мои дети. Ведь теперь можно запустить змея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь вам информация была полезна и просто приятно было посмотреть на море, на пляж. До новых встреч, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь.